С 3 по 6 сентября 2022 года коллективы филармонии Якутии, артисты Театра Ланхо, Государственный театр оперы и балет и ансамбля Гулун приняли участие в культурной программе Дней Республики Саха-Якутия на Дальнем Востоке, посвященных столетию образования Якутской ССР. В эти дни Владивосток принимал гостей Восточноэкономического форума. 4 сентября состоялось историческое событие. Впервые коллектив из Якутии, Государственный симфонический оркестр симфоника Артика под управлением Фабио Мастранджело, представил свою программу в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра. Оркестр не просто представил программу, он стал своего рода культурным послом нашей республики. С момента создания симфонического оркестра Фабио Мастранджело провозгласил миссией коллектива знакомить слушателей других регионов России с музыкой композиторов Якутии, исполнять на всех значимых гастролях и выступлениях. Во Владивостоке были исполнены приветственные овертюры Николая Берестова и якутский обрядовый танец Кирилла Герасимова. В программе также прозвучали произведения русской классической музыки римского Корсакова, Скрябина и Игоря Стравинского. В концертной программе прозвучала поэма «Экстаза» – одно из лучших творений Александра Скрябина, композитора-символиста начала XX века. Это одночасная симфония, отражающая философские убеждения автора, увидевшего в человеке-творце божественное начало. Содержание поэмы – вечная игра духа, мечтой все созидающего. Музыка поэмы основана на темах-символах. Так во вступлении звучит короткая лирическая тема томления, которая сменяется темой мечтаний, солирующего кларнета, темами самоутверждения, полета, возникающих творений, которые звучат в нежном звучании солирующей скрипки, воли, протеста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Юрий Баяшев и симфонический оркестр филармонии Якутии, дирижером Пабел Мастранджело. И вот здесь прозвучала музыка Республики Сахар, фантазия на якутские темы Юрия Степанова и песня Кирилла Герасимова «Небо Якутии» в исполнении Зинаиды Колодезниковой. Для многих слушателей стало открытием исполнение русской сюиты Александры Пахмутовой. Пахмутова обрела поистине всенародную любовь и признание, прежде всего, как композита-песенник. Ее песни звучат на площадях и улицах городов во время больших праздников. Их поют люди всех возрастов на дружеских вечеринках. Но кроме песенного жанра, она создала множество произведений для симфонического оркестра. Русская сюита Пахмутовой – это юношеское произведение, созданное в годы учебы в Московской консерватории, но и в этом произведении уже узнается рука мастера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИТО 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 ДИНАМИТО